Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы продолжаем наш специальный проект «Популярная эндокринология» с профессором Мокрышевой. У нас в гостях автор цикла, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей медицинской категории, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Георгиевна Мокрышева. Здравствуйте, Наталья Георгиевна. Добрый день. Наталья Георгиевна, наши радиослушатели, наши зрители первую передачу о Вашем центре увидели, и все стали просто разрывать меня и говорить, ну это здорово, мы ждали этого, но давайте разберёмся с самого начала, всё-таки как работает эндокринная система или сегодня тема наша нейроэндокринология, как связана работа мозга и всех гормонов, которые отвечают за работу нашего тела. Вот самых азов, что обычно проходит мимо сознания школьника в самом детстве, и вроде учили биологию, учили анатомию, кто-то что-то помнит, но дальше мы приходим во взрослую жизнь, и только если что-то с нами случается, мы идём к эндокринологам и вот так ждём, что скажет врач. Расскажите, пожалуйста, с самого начала всё-таки вот самых азов, роль эндокринной системы в нашем организме, что мы должны понимать о значении этой системы в нашем теле? Дмитрий, вы абсолютно правы, эндокринная система является одной из основополагающих в работе организма человека, и для того, чтобы нам более чётко представлять, как же всё в теле человека устроено со стороны эндокринной системы, я бы действительно сегодня начала разговор с нейроэндокринной организацией. Это та база, которая создаёт единую систему между нервной системой и эндокринной системой и регулирует все процессы в организме человека. И должна сказать, что это не потому, что я эндокринолог, а так действительно устроен организм, что все развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхолёгочной системы, мочеводелительной системы, репродуктивной системы и так или иначе регулируются эндокринными субстанциями и регулируются в зависимости от выработки гормонов в организме человека, либо накапливаются какие-то проблемы со стороны других систем, либо при хорошей работе эндокринной системы, при правильном образе жизни и правильном здоровом функционировании риск этих нарушений, конечно, значительно снижается и практически часто сводится к минимуму. Наталья Георгиевна, правильно ли я понимаю, что нейроэндокринная система это результат сотен миллионов лет, если не миллиардов эволюции живых существ на планете, что это вот то, что мы называем сейчас, когда упрощённо, что организм человека — это такое электробиохимическое устройство, вот как раз химическое, биохимическое и нейро — это всё единое, и это определяется в том числе вот этой гормональной системой? Вы абсолютно правы, и формирование, разумеется, от простейших организмов к организму человека шло, и формирование нейроэндокринного вот этого симбиоза развивалось с течением эволюции. Но надо сказать о том, что своё начало нейроэндокринология как наука, как точка зрения, которая оценивает эндокринную систему и нервную систему как нечто единое, вот этот взгляд был выделен не так давно. И начало положило выделение, обнаружение способности нервных клеток секретировать биологические вещества. Это такие нейросенсорные клетки, которые вырабатывают биологические вещества, воздействующие, переносящиеся через кровеносное русло к клеткам уже эндокринных желез или различным другим клеткам, и оказывающие свои влияния на различные метаболии, на работу других органов и систем. В 1969, по-моему, году впервые было выделено и расшифровано первая субстанция, и структура первого вот этого нейропептида обнаружили, это был нейропептид, который вырабатывает гипоталамус. И этот нейропептид, воздействуя на эндокринную основную, центральную железу гипофиз, регулирует уже работу одной из основополагающих эндокринных желез, щитовидной железы. Это был тиреотропин-релизинг-гормон. То есть он вырабатывается, по сути дела, нервными клетками, а воздействие оказывает на работу эндокринных желез. Получается, что у нас в мозге есть какой-то центр управления, гипофиз, гипоталамус, и он уже раздаёт вот эти химические сигналы другим гормональным железам, которые управляют всем остальной работой организма. Да, но надо сказать, например, если уж мы коснулись стиреотропин-релизинг-гормона, он оказывает влияние не только на эндокринные железы, на работу эндокринной системы, но и выполняет функцию нейротрансмиттера в различных структурах мозга. Он, например, оказывает влияние на настроение, на поведение. И таких субстанций, вырабатывающихся вот в этой структуре, очень много. Давайте вернёмся к основам, о которых вы говорили. Давайте напомним нашим слушателям, как же устроена эндокринная система и каким образом прилегает к ней нервная система. У нас в центре головного мозга существует такое костное образование, такая костная чаша, в которой располагается самая центральная эндокринная железа, регулирующая работу всех остальных эндокринных желез. Это гипофиз, о котором вы уже упомянули. Недалеко от него, совсем недалеко, находится тот самый орган гипоталамус. Он состоит в основном из нервных клеток, и именно он вырабатывает различные субстанции, регулирующие работу гипофиза. Также работа гипофиза регулируется не только субстанциями, которые вырабатывают нервные клетки, но и различными гормонами, которые вырабатывают периферические железы. То есть такой принцип обратной связи действует в большинстве случаев. Если много вырабатывается гормонов, то они подавляют выработку регулирующих гормонов гипофиза, и тем самым снижается продукция этих гормонов на периферии. И вот эта взаимосвязь нервной и эндокринной системы, она имеет очень много правил работы, существования. Но надо помнить, наверное, три основных ситуации. Бывает ситуация, когда вырабатывается слишком много гормона, и эта избыточная продукция любой эндокринной железой гормональной субстанции оказывает свое действие на организм, и развивается патологическое состояние. Бывает состояние, когда очень мало гормона, и не хватает его количества для осуществления его функций во всем организме. И бывает еще ситуация, когда вроде бы гормона вырабатывается достаточно, но ткани периферические нечувствительны к этому нормально продуцирующемуся гормону, и вот это отсутствие чувствительности обеспечивает клинические проявления, как будто гормона в организме не хватает. То есть вот эти вот три состояния, наверное, основные, которые надо понимать в работе эндокринной системы, как основа развития каких-то нарушений. Существуют принципы, которые также надо помнить в работе эндокринных желез, это наличие различных циркадных ритмов, существуют различные пики продукции гормона, периоды снижения продукции гормона, ну, я думаю, что вы знаете, что основная масса гормонов в большей мере вырабатывается в ночные часы. Большое количество гормонов с возрастом, их выработка снижается. Это все оказывает свое влияние на формирование статуса всех систем и органов, организма человека. Получается, что в данном случае, если мы говорим, вот такой, может быть, я ошибаюсь, если мы возьмем аналогию с компьютером, в компьютере идут электрические или световые сигналы, которые передают информацию. Здесь же мы видим, что передается химическая информация, причем со своим ритмом, уровнем выдачи этого сигнала, слишком много, слишком слабо, где-то могут быть какие-то обрывы, вот эта невосприимчивость. То есть это такая очень древняя, прошу прощения, машина управления органами человека. Причем она еще имеет взаимосвязи и сама себя подстраивает и настраивает. Да, совершенно верно. Просто, прошу прощения, у меня первое инженерное высшее образование, у меня всегда такие несколько механистические аналогии, но в данном случае, если мы говорим, что еще и зависит и от уровня сна, и от нашего настроения, получается очень сложно в этом всем разобраться. С чего бы вы начали, для того, чтобы нашим радиослушателям, нашим зрителям рассказать, пойдем по ступенькам вот этой машины, этой системы, чтобы провести их по логике работы этого химического компьютера? Я бы начала, наверное, с того, что под действием работы гипоталамуса, о котором мы уже сегодня начали разговор, и в результате выработки различных регулирующих факторов с его стороны, в гипофизе вырабатываются различные субстанции, гормональные субстанции, которые регулируют работу периферических желез. И вырабатываются субстанции, которые стимулируют работу этих желез, и субстанции другие, которые подавляют работу этих желез. И, наверное, здесь стоит упомянуть о том, что не только нервная система, например, влияет на эндокринную систему, но и эндокринная система влияет на состояние нервной системы. И выработка гормона кортизола, как мы знаем, гормона стресса. И выработка, например, избыточная продукция паратиреоидного гормона околощитовидными железами. Это, пожалуй, самый неизвестный орган эндокринной системы. Околощитовидные железы открыты чуть ли не самыми последними из эндокринной системы. Они вырабатывают субстанцию паратиреоидный гормон, который регулирует обмен кальция в организме. Я думаю, что вы помните, что нервные импульсы в нервной системе передаются с использованием работы кальциевых каналов. Кальций, ион кальций очень важен в работе, в передаче нервных импульсов. И на фоне, например, высокой продукции или низкой продукции паратиреоидного гормона развиваются различные нервные нарушения. Нарушается ритм сердечной деятельности, развиваются депрессивные состояния. То есть вот этот весь клубок взаимного взаимодействия, он очень действительно сложен. И не зря у нас в Национальном центре эндокринологии выделен много лет назад уже отдельный профиль нейроэндокринологов, специалистов, которые занимаются изучением работы именно нейроэндокринной системы. И надо сказать, что единственное в стране создано уникальное отделение нейроэндокринологии много лет назад. И оно сейчас имеет очень большое количество новых исследований, новых разработок. И это очень интересная сфера, которая позволяет нам изучать работы всех эндокринных желез, начиная от гипофиза. Я когда об этом думаю, у меня, честно говоря, мурашки по коже, потому что расшифровывать работу такого сложнейшего устройства, если можно так сказать, я понимаю, что это может так немножко коробить. Но всё-таки это же вот вы имеете перед собой компьютер, обменивающийся химическими сигналами, сам себя настраивающий. Мало того, он, этот компьютер, прошу прощения за такую аналогию, он развивается, он растёт с момента, когда образуется, собственно, человечек, с момента зачатия. И он начинает потом расти, плод, ребёнок рождается. Это всё развивается, настраивается, отвечает на воздействие внешней среды. Это зависит от того, как человек уже дальше живёт. Я бы даже остановилась, наверное, на этом этапе, потому что формирование нейроэндокринной системы действительно нужно рассматривать с внутриутробного периода. И уже в зависимости от того, как работает гипоталамогипофизарная система мамы, беременной женщины, идёт вся перспектива рождения здорового потомства, она заложена именно в работе этой гипоталамогипофизарной системы. Достаточно сказать, что гипофизом вырабатывается гормон пролактин, который регулирует работу всей репродуктивной системы. Ну, помимо других ещё функций, основная функция – это регулирование работы репродуктивной системы. То есть выработки достаточного уровня гормонов для того, чтобы мама могла получить беременность, и для того, чтобы потом беременность развивалась, и плод развивался здоровым, сформировались своевременно, сформировались все системы организма. И в дальнейшем, когда родится младенец, мама могла его вскормить грудью. Это очень важный процесс, который необходим для правильного формирования той же нервной системы и всех других систем организма малыша. То есть всё устроено очень логично. Выработка пролактина для женщины и для будущего потомства имеет основополагающую роль. Например, если его вырабатывается гипофизом слишком много, то возникает ситуация, приводящая к бесплодию. Формирование гиперпролактинемии, так называемый синдром гиперпролактинемии, приводит к тому, что и мужчины, имеющие гиперпролактинемию, и женщины, у них развивается невозможность зачать ребёнка. И надо сказать, что достаточно большое количество случаев бесплодия, которые лечат без вмешательства эндокринологов, можно было бы решить достаточно просто при наблюдении у эндокринолога. Если мы выявляем гиперпролактинемию, снижаем продукцию этого гормона и восстанавливаем фертильность пары таким образом. То есть здесь даже нет необходимости каких-то, может быть, серьёзных хирургических воздействий или гормональных воздействий. То есть это ситуация, которую можно решить обычными таблетированными средствами, это даже не гормональные средства, для того, чтобы подавить продукцию этого гормона, избыточного гормона в гипофизе. Удивительно. Получается, что те накопленные веками, тысячелетиями человечества, развития человечества, приёмы, когда беременных оберегали, берегли их от стресса, от каких-то таких, получается, что от страхов каких-то. Вот иногда даже беременных окружают какими-то красивыми цветами, обустраивают им место, выводят на улицу, чтобы они гуляли, советуют спать, правильно питаться. Это получается, что человечество так своим… Получно обосновывает. Да, настраивает гормональную систему в том числе. Получается так. Мы же понимаем с вами, что в зависимости от того, насколько комфортна жизнь беременной женщины, у неё вырабатывается правильное количество гормонов. И в зависимости от уровня этих гормонов идут правильные закладки малыша внутриутробно. Ведь долгое время, пока формируется плод, его организм обеспечивается гормонами, которые проходят через плаценту от мамы. И необходимо, чтобы с самых первых моментов зачатия, возникновения беременности, мама была в комфортном состоянии. Именно поэтому мы очень рекомендуем всем парам, всем женщинам, прежде чем спланировать беременность, прежде чем зачать, пройти серьёзное обследование на отсутствие, надеюсь, подтверждение отсутствия каких-то проблем и начать готовиться к возникновению этой беременности. И та самая нейроэндокринная регуляция, она должна в состоянии баланса быть, в состоянии комфорта. И тогда и зачатие, и беременность пройдут благополучно, и сформируется здоровый малыш. Анатолия Георгиевна, сразу вопрос. Наш мир, наша жизнь — это сплошные стрессы. Современные женщины, они такие эмансипированные, любят летать самолётами, путешествовать поездами, там дискотеки, шум всякое такое. Но наш организм, насколько он эволюционировал вместе с нашим таким бурным потреблением информации, гаджеты, начальник звонит по работе, там всё время бессонницы, стрессы, вот это всё-всё-всё. Возникает вопрос, как быстро наш, не успевший подстроиться к современному уровню жизни, организм подстраивает вот этот уровень гормональной всей настройки, чтобы подготовиться к зачатию. Сколько это? Это дни, это недели, это месяцы. Ну чтобы вот нас слушают люди и будут тогда, соответственно, понимать, как правильно готовиться к этому важному, самому важному, я считаю, этапу. Разумеется, для того, чтобы женский организм мог зачать здорового малыша и его выдастить благополучно, женщина должна не иметь каких-то тяжёлых, невыявленных заболеваний, не скорректированных. То есть для этого требуется всё-таки, наверное, как минимум за полгода начинать обследование и эндокринной системы, прежде всего, и репродуктивной системы, и чтобы иметь период для ликвидации каких-то нюансов, если они есть. Часто действительно пары расстраиваются, не получая желанной беременности в течение достаточно длительного времени, именно потому, что они за период подготовительный никакого обследования не выявили. Например, могла быть какая-то функциональная гиперпролактинемия, которая как раз и является ответом на стресс в организме человека, и ведь пролактин – это ещё и стрессовый гормон, он вырабатывается на любые стрессовые ситуации. То ли это перелёты, то ли это переакклиматизация, либо это вот те стрессовые ситуации, которые вы перечислили. И вот эта фоновая такая функциональная гиперпролактинемия может создать препятствия для возникновения желаемой беременности. То есть для того, чтобы снизить собственные эмоциональные напряжения дополнительные от ожидания несостоявшейся беременности, конечно, целесообразно где-то за полгода оценить все системы, провести определённые обследования гормонального фона, как минимум. И наладить правильное питание. Огромное значение для формирования здоровой беременности имеет правильный режим отдыха, сна, бодрствования, питания, физических нагрузок. Ведь для того, чтобы репродуктивная система могла зачать здорового малыша и для того, чтобы вырабатывалось достаточное количество гормонов, которые должно будет уже обеспечивать и младенца, и маму, и кровоснабжение в органах должно быть очень на должном уровне. И выработка гормонов, которые регулируют все остальные метаболические процессы в организме, они также должны находиться на правильном уровне. И в этой ситуации возникнет, максимально вероятно возникнет благополучная беременность. А все те пункты, которые вы перечислили, они, конечно, выводят из равновесия и эндокринную систему, как следствие вот этих пиков нагрузки на нервную систему в том числе. И вот здесь возникает сразу вопрос, я просто обязан его задать. Получается, если у нас два организма, организм мамы и организм ребёнка, они связаны между собой пуповиной через плаценту, тогда получается, что организм растущий, ребёнка растущий в организме матери, он получает все эти биохимические сигналы от организма матери. Фактически у него тоже идёт либо балансировка системы гормональной, либо разбалансировка системы, и тогда закладывается что-то, что потом вот этот, всю биохимию ребёнка, он рождается с какими-то уже так воздействиями вот этих всех неблагоприятных разбалансирующих факторов, которые испытывала мать. Правильно я понимаю? Совершенно верно. И сейчас этому уделяется очень много внимания. Мы, например, в Национальном центре эндокринологии создали, создаём сейчас и расширяем эту программу, но у нас уже есть группа исследователей, которые занимаются ведением беременности при различных нарушениях эндокринной системы, и не только, и ведение здоровой беременности для того, чтобы сбалансировать все системы организма мамы и родить здорового малыша. И вы абсолютно правы, огромное количество заболеваний у наших молодых поколений, у нашей молодёжи обусловлено тем, как их мамы носили беременность, как они были зачаты. Существует ведь ещё очень важный момент, ещё очень важная платформа, о которой мы сегодня с вами ещё не упомянули, это генетическая предрасположенность к различным нарушениям, либо к особенностям формирования эндокринной системы. И генетически обусловленные заболевания, они могут как передаваться по наследству и иметь основу и мутацию, семейную какую-то мутацию в гене или полиморфизм генов, либо формироваться днова при развитии плода, и затем этот плод несёт вот эту сформированную нагрузку. Но помимо генетических каких-то особенностей, которые формируются вновь, метаболический фон, который создаёт мама для малыша, также формирует работу всех систем и органов младенца. Наталья Георгиевна, в нашем российском радиоуниверситете мы читали целый курс о генетике, и были там две передачи об эпигенетике, то есть о том, как под влиянием внешней среды могут включаться, так скажем, вот эти генетически записанные в нас программы развития организма. И они не всегда благоприятны для развития, могут возникать заболевания или какие-то проявления вот этой эпигенетики. Я правильно понимаю, что если у нас идёт разбалансировка в том числе и гормонального фона, вот этого всего настраиваемого для младенца растущего организма, это могут возникнуть и вот эти эпигенетические проявления, то есть вот этой разбалансировки. Им что-то может начать, прошу прощения, расти не так. Ну, совершенно верно. Эпигенетический уровень закладки заболеваний, он работает и на уровне формирования нового организма, и в процессе жизнедеятельности человека в течение всей его жизни. То есть это принципы, на основании которых формируются риски развития тех или иных заболеваний в любом возрасте. И, конечно, сфера существования, социальные условия, в которых живёт и формируется маленький организм, они в наибольшей мере влияют на формирование риска каких-то заболеваний. Например, если мы с вами берём внешние, как пример влияние внешних факторов на здоровье человека. Мы, вы наверняка слышали, Россия – это зона эндемичная для дефицита йода, по дефициту йода. И большое количество нарушений несёт в себе недостаток йода в организме, и у беременной женщины, когда неправильно формируется щитовидная железа, неправильно работает щитовидная железа у формирующегося младенца, и это приводит к врождённому гипотириозу и формированию и недоразвитию нервной системы, формированию высокого риска кретинизма. И если это маленький ребёнок и растущий организм, он формируется в условиях дефицита йода, это также создаёт свой фон для неправильной работы щитовидной железы, недостаточной продукции гормонов щитовидной железы, высокий риск формирования опухолевых образований щитовидной железы и так далее. И конечно с возрастом, когда накапливаются различные заболевания, у более старшего человека формируются и отражаются все вот эти недостатки, которые присутствовали либо на фоне беременности у мамы, либо на фоне формирования молодого организма. Но даже если взрослый человек попадает из зоны комфортной и достаточного йодного обеспечения в зону йодного дефицита, также у него формируются и начинают формироваться те принципы, которые приводят к развитию нарушений щитовидной железы. Это просто как одна из таких очень ярких моделей, когда внешние условия, казалось бы, жили мы испокон веков на этой территории, российская огромная территория, формировались из поколения в поколение. Но сейчас у нас есть полностью информация, которая позволяет нам предотвратить ситуацию, имеющуюся на территории России и улучшить здоровье населения, здоровье каждого отдельного человека. Мы сейчас говорим о том, чтобы всеобъемлющей была программа профилактики йодного дефицита. Обязательно нужно очень простые меры предпринимать, использовать едированную соль, употреблять морепродукты. А на уровне государства, конечно, это необходимость принятия закода о ликвидации всеобщего йодного дефицита. Это очень важный момент. И получается, что вот мы проговорили этап беременности и лактации для организма матери, вот у нас включаются все эти системы в организме ребенка, и надо, чтобы он развивался, рост правильно, это период бурного роста. Как работает эндокринная система, нейроэндокринная система у растущего человека? Начиная от младшего возраста, продукция гормонов, различных гормонов гипофиза постепенно меняется и вырабатывается гормон роста, который отвечает за метаболические процессы и прежде всего за процесс роста, в том числе и линейного. Прежде всего гормон роста воздействует на зоны роста костей и до развития пубертатного периода и в процессе пубертатного периода по достижении 20-25 лет формируется скелет человека, формируется уровень всех метаболических процессов. Параллельно, как я уже говорила, гормоны, которые регулируют работу щитовидной железы гормона гипофиза, тиреотропный гормон, он формирует хорошее состояние щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает те самые тиреоидные гормоны, обеспечивающие и правильное развитие нервной системы, и метаболические процессы, и формирование органов репродуктивной системы, в том числе это очень важные основные гормоны, гормон роста, гормон щитовидной железы, которые формируют на ранних этапах все тело человека. Также очень важна продукция гормонов, которые регулируют работу репродуктивной системы, и к достижению пубертата, когда возникают пики определенной продукции гормонов репродуктивной системы, уже формируются органы репродуктивной системы, и создается правильная платформа для дальнейшего репродуктивного возраста человека. Это, наверное, одни из основных направлений. Здесь можно о каждом направлении говорить очень много и долго. Нужно помнить, что очень важным действительно в детском возрасте является соблюдение, и это не пустые слова, соблюдение режима питания, режима сна и бодрствования, режима физических нагрузок. И я должна сказать, что огромную роль играют те принципы, образы жизни семьи, которые заложены в семье и передаются из поколения в поколение на формирование здоровья детей и подростков, которые растут в этих семьях. Получается снижение уровня стресса, хороший сон, физические нагрузки. Всё это формирует и настраивает в том числе работу эндокринной, нейроэндокринной системы. Особенно сон, вот всё, что мы говорим, для меня это абсолютно актуально. Я понимаю, насколько это разбалансирует организм без сонницы. Фактически получается, что весь растущий организм, если происходят сбои, это потом начинает аукаться. Как только вот это всё закладывается, либо это было заложено во время беременности, при зачатии, при беременности, в младенческом возрасте, все вот эти неправильные модели поведения потом сказываются, что приходится с этим справляться уже нейроэндокринологам. Так получается? Совершенно верно. Вот я ещё вспомнила один пример. Есть такой гормон окситоцин, который вы наверняка слышали с точки зрения его регулирующей функции во время родов и его стимулирующие действия на тонус мышц матки. Например, он вырабатывается ещё в ответ, он создаёт некий фон и вырабатывается в ответ на положительные эмоции. Создание для детей комфортной, доброжелательной обстановки в семье, создание и такой частые, может быть, ласки со стороны родителей и близких людей, спокойная обстановка, в которой ребёнок находится. Это приводит к формированию правильного продукции этого гормона окситоцина, а на него, во-первых, завязана та самая функция в родах для хорошего обеспечения родовой деятельности мамы. И также он участвует, очень активно участвует, например, в регенерации тканей. Удивительно. Я думаю, мы сейчас через несколько секунд продолжим и будем говорить об этом. Я никогда не думал, что обнимашки и такие тетёшки с младенцами закладывают в его организме, что не просто человеку это нравится, а что в нём ещё настраивается работа нейроэндокринной системы. Уважаемые радиослушатели, уважаемые зрители, мы вернёмся через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интересно. Это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрия Кононыхина. У нас сегодня блестящий проект «Популярная эндокринология» с профессором Мокрышевой у нас в гостях, член-корреспондента Российской академии наук, доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Георгиевна Мокрышева. Наталья Георгиевна, вы сейчас меня просто потрясли, когда вы рассказывали про влияние гормона окситоцина. Мы все из популярных таких глянцевых журналов знаем, что это гормон удовольствия. Но то, что когда мы хвалим ребёнка, когда мы на него не орем, когда мы его обнимаем, когда ребёнку приятно, то, что как кошки лижут своих котят, это им тоже ведь приятно, что оказывается, это закладывается и другие системы организма, что идёт настройка и, возможно, будущих правильных беременностей, возможностей зачатия, развития организма человека. Я не думал, что это так сложно. Да, это очень важно. Я не зря привела такой яркий пример формирования комфортной обстановки для детей в семье, в школе, во всех пространствах, где они существуют. Сейчас очень актуальна эта сложная проблема существования такой агрессии в детском и молодёжном коллективах и стремление постоянно достичь определённых результатов, на которые направлены стремления родителей дать возможно как можно более агрессивное образование своим детям, оно может сказываться и на формировании будущего здоровья, как взрослых уже личностей. И возвращаясь к окситоцину, я напомню, что окситоцин он как раз вырабатывается не гипофизом, не эндокриной железа, а тем самым гипоталамусом. И затем с кровью поступает в гипофиз и уже распределяется к периферическим органам. Так вот, этот гормон, он, кстати, сейчас исследуется с точки зрения и уже применяется для лечения детей с аутизмом. То есть его спектр воздействия очень широк, и это просто как пример такого широкого воздействия любого гормонального фактора на различные системы органов. Получается, что мы сказали о окситоцине. А вот часто же в истории человечества люди сталкиваются с такими ситуациями, когда ребёнок недостаточно быстро растёт, либо наоборот такой тылда, великан или что-то такое. Это получается тоже результат неправильных сбоев нейроэндокринной системы? Да, совершенно верно. Существуют такие понятия, как гигантизм. Это следствие выработки большого количества, избыточного количества гормона роста гипофизом. И если продукция, гиперпродукция этого гормона начинается в детстве, то человек вырастает очень высокого роста, у него он формируется вот в этот синдром гигантизма. Если же гиперпродукция и повышенная продукция гормона роста развивается уже в более старшем возрасте, старше 20-25 лет, когда костные зоны роста костей уже закрыты, то это приводит к формированию болезни акромегалия. Это уже рост человека практически не меняется, а меняются размеры его конечностей, внешности, увеличиваются черты, меняются черты лица, увеличивается размер обуви или размер колец и так далее. Но это внешние признаки. К сожалению, это заболевание несет в себе очень серьезные изменения и сердечно-сосудистой системы, и различных других органов. И это тяжелое заболевание, которое нужно выявлять как можно раньше, потому что причиной его является опухоль гипофиза, которая требует как можно более раннего лечения, либо консервативного, либо если оно неэффективно, то хирургическому. А недостаток гормона роста выливается в обратную ситуацию. Недостаточный линейный рост человека, достижение роста при дефиците гормона роста. Вы, наверное, помните такие маленькие люди, которых мы достаточно часто раньше видели, сейчас у нас очень положительная ситуация с этим заболеванием, и при выявлении недостатка гормона роста у детей, сейчас они обеспечиваются государством препаратами гормона роста в постоянном режиме, и все эти детки растут практически здоровыми, они вырастают практически до необходимого среднестатистического роста, и формируются профилактические мероприятия, проводятся для профилактики различных сопутствующих осложнений. То есть наука не стоит на месте, у нас очень много достижений и результатов изучения нейроэндокринной системы, и очень важно эти достижения внедрять как можно раньше в детскую практику, и для того, чтобы как можно раньше выявлять эти болезни и предотвращать развитие их осложнений, потому что многие из них смертельно опасны, и они увеличивают риск не только каких-то осложнений, но и действительно риск смерти, то у нас уже есть большие достижения, и мы сейчас несколько лет назад открыли программу, учитывая то, что у нас уникальное отделение нейроэндокринологии, больше в стране таких отделений нет, мы открыли программу образования врачей, и для всех врачей-эндокринологов из регионов мы предоставляем возможность пройти цикл и обучиться нейроэндокринологии, и знать, как можно раньше выявлять все малейшие признаки нейроэндокринных заболеваний. Я видел Ваше выступление перед профессионалами в области кардиологии, а для педиатров, если мы уж сегодня у нас такой получился детский немного выпуск, педиатрический, для педиатров у Вас есть такие специальные курсы или обучающие программы? Мы сейчас с Министерством здравоохранения запустили по нашей инициативе в прошлом году программу эндонастороженность для всех врачей общей практики, педиатров и терапевтов. Я должна сказать, что уже на сегодняшний момент более 50 тысяч врачей общей практики и врачей из различных регионов прошли этот курс он онлайн, это телеобразование, учитывая размеры нашей страны, не все могут приехать и получить это образование. И, конечно, педиатров мы также привлекаем, и блок нейроэндокринологии и самые важные акценты для выявления эндокринных заболеваний мы образовываем, обучаем врачей различных направлений, в том числе и педиатров. Вы абсолютно правы, нас, к сожалению, и мы ставим сейчас этот вопрос на государственном уровне, недостаточное образование не только в школах по знанию собственного организма, но и в медицинских институтах мы считаем, что необходимо расширить знания любых врачей, любого профиля об эндокринных и в том числе и в определенной части нейроэндокринных заболеваний. Самое главное для нас не пропустить нейроэндокринные заболевания в самом зачатке. Получается, что у вас фактически создан такой, это же и создан исследовательский центр, такие лаборатории, которые с помощью новейшего оборудования, часто уникального оборудования занимаются расшифровкой вот этой сложной биохимии, нейроэндокринной биохимии нашего организма. Получается, вы должны об этом сообщить и профессиональным университетам, институтам и создать какой-то новый, я не знаю, может быть, учебник уже пора создавать или какие-то разделы в учебниках, либо хотя бы, чтобы учителя в школе имели какой-то популярный ресурс. Может быть, у вас есть такие ссылки или, не знаю, монографии, книги, чтобы вы могли любой желающий купить и почитать. Чем занимается современная наука? А это не то, что должно лет через 10-15 появиться на полках магазинов, а то, что уже нужно сделать вчера. Как вы формируете вот этот информационный фонд? Да, учебники по нейроэндокринологии, разумеется, мы издаем, и среди врачей он распространяется, и все, кто желают знать, разумеется, имеют возможность его получить, и неоднократно уже дополнялись, и дорабатывались все эти монографии, пополнялись современными, более современными знаниями. Что касается дополнительных программ исследовательских, у нас создан центр мирового уровня, и мы получили очень большую степень доверия от государства, получили возможность организовать такую лабораторную базу, где мы можем в большем аспекте изучать все уникальные орфанные заболевания, и широко распространенные, в том числе нейроэндокринные заболевания. Мы практикуем и полногеномное секвенирование для того, чтобы при желании родителей, если у них есть подозрения какие-то, мы можем и перед возникновением, при планировании беременности оценить риски будущего потомства и делать предимплантационную диагностику. И, разумеется, мы занимаемся не только изучением, но и стараемся разработать различные методики ранней диагностики и возможности лечения, в том числе и генной терапии, и клеточной терапии. У нас очень большой пласт лабораторий, но я должна сказать, что пациенты нейроэндокринологов практически на приеме грамотного нейроэндокринолога уже имеют как минимум 50, а то и 80% диагноза. И лабораторная диагностика нам только помогает подтвердить. Все основные наши лабораторные исследования направлены на разработку новых дополнительных, еще никому неизвестных диагностических моделей и лечебных методик. Я для себя из-за этой беседы вынес, что фактически в системе медицинских учреждений вы сейчас, как тот гипоталамус и гипофиз, настраиваете вот эту эндокринную систему развития медицинского нашего сообщества с точки зрения новейших знаний о биохимии человеческого организма. И фактически получается, что во всей нашей Российской Федерации повышается вот этот уровень помощи нашему населению для решения этих задач. Вот вы это выстраиваете каждый день. У нас сейчас очень много сил направлено именно на это. И мы в постоянной связи со всеми эндокринологами России. И вплоть до первичного звена мы сейчас стараемся максимально образовательные программы продвинуть какие-то дополнительные обсуждения, повысить уровень лабораторной диагностики. У нас создан огромный биобанк, который позволяет нам и анализировать, и получать материалы для новых разработок, если есть какие-то уникальные. Открываются чуть ли не каждый день какие-то новые генетические мутации и так далее. И мы стараемся максимально приобщать всех наших коллег, эндокринологов, терапевтов, педиатров, врачей общей практики на диагностическом уровне. А для того, чтобы каждого пациента с эндокринным заболеванием, каждый пациент мог получить всеобъемлющие обследования и разработать программу контроля за его здоровьем, у нас в центре работают ведь не только эндокринологи. У нас создан целый ряд подразделений, которые оказывают сопровождение пациенту. У нас есть свой кардиологический блок, сердечно-сосудистая хирургия, гибридные операционные, если требуется пациенту с эндокринным заболеванием провести какие-то диагностические или лечебные мероприятия, урологический блок, репродуктологи. Я думаю, что это очень важно, Наталья Георгиевна, мы к этому будем постоянно возвращаться в рамках нашего курса «Популярная эндокринология». Я благодарю вас за эту беседу о нашим радиослушателями, нашим зрителям. Я напоминаю, вы можете послушать все эти передачи на сайте Радио России, посмотреть на YouTube-канале Дмитрия Кононыхина. Я желаю только счастья, здоровья, будьте здоровы, питайтесь правильно, берегите своих детей, спите хорошо. Наталья Георгиевна, спасибо за эту беседу, всего хорошего, до свидания. Спасибо, всего хорошего, Дмитрий.